Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданный релиз по инфляции в США. Речь идет о данных по индексу потребительских цен, которые выйдут в 12.30 по GMT. Эта статистика точно станет источником повышенной волатильности, поэтому заранее обязательно контролируйте риски и соблюдайте правила риск-менеджмента. Это принципиальнейшая вещь в трейдинге. Сегодняшний отчет по инфляции, конечно же, будет интерпретироваться с точки зрения того, как он дальше повлияет на риторику Федрезерва и на будущее решение, касающееся ключевой процентной ставки. Точно так же этот отчет будем анализировать и мы. Если посмотреть на прогнозы, они, честно говоря, существенно изменились, потому что еще в начале недели мы помним, в прогнозах значилось снижение инфляции с 5 до 4,4%. Сейчас уже актуальные цифры предполагают, что показатель инфляции в 5% в прошлом месяце остался на том же самом значении, что два месяца назад, то есть на уровне 5%. Базовая инфляция при этом может показать небольшой прирост с 5,5 до 5,6%. Конечно же, когда перед выходом данных так сильно меняются прогнозы, это еще больше повышает интерес к факту самого релиза, потому что реальные цифры могут сильно отличаться и разойтись с тем, что ожидают участники рынка. Отсюда, к сожалению, и негативный момент, хотя, как посмотрите, он заключается в том, что в случае расхождения цифр мы можем увидеть еще более значительную волатильность, хотя многие скажут, что волатильность это и есть основное, зачем приходит на финансовые рынки. Я предлагаю, друзья, оценить предварительно перед тем, как выйдут данные по инфляции, текущую вероятность повышения процентной ставки на ближайших заседаниях в июне и в июле. То есть попробуйте запомнить эти цифры, потому что завтра после выхода отчета по инфляции мы снова обратимся к инструменту FedWatch и попробуем актуализировать эти ожидания и сделаем вывод о том, насколько сильно изменились и рыночные прогнозы. По данным инструментов FedWatch на данный момент в июне вероятность того, что ставку оставят на прежнем уровне 5,25% составляет 80%. Ну, фактически, можно сказать, что в июне ставку не изменят. При этом в июле 30% вероятность составляет того, что ставку могут снизить. Вы знаете, если говорить о текущей ситуации с банковским кризисом, с отсутствием компромисса в Конгрессе по потолку государственного долга, о слабых отчетах, которые повышают риск экономического спада рецессии в США, я все-таки склонен полагать, что американская экономика на определенном этапе потребует снижения процентной ставки, потому что это мера экономического стимулирования, которая должна помогать экономике. Не уверен, что это реалистично в июле, потому что слишком уж короткосрочная перспектива, но я согласен с экспертами JP Morgan, которые прогнозируют, что ключевая ставка американского регулятора может начать снижаться к концу этого года, во втором полугодии. Очень важный нюанс заключается в том, что буквально вчера вышел ежеквартальный отчет-опрос состояния национальной банковской системы. Здесь, конечно же, есть что обсудить, потому что из этого отчета, очевидно, следует то, что все банки сообщили об одной важной проблеме. Это значительное падение спроса на кредиты, причем ипотечные потребительские кредиты со стороны бизнеса. И можно предположить, что причина снижения спроса – это не самая, скажем, большая вера в хорошие экономические перспективы американской экономики. Но я думаю, что причина, на самом деле, проще – это высокие процентные ставки, которые ограничивают интерес к этому продукту банковскому, потому что очень сильно выросли долговые обязательства, и с ними очень трудно справляться. Буквально несколько недель назад мы с вами детально копались в статистике по рынку недвижимости США, и из всех релизов, которые нам удалось найти, сделали вывод, что рынок недвижимости проседает, потому что ипотечные кредиты тоже по спросу, по показателю спроса, значительно снизились. И это, к сожалению, тенденция, скорее всего, продолжится, потому что мы говорили о падении спроса на кредиты, когда ставка была 5%. Сейчас она 5,25%. Я все-таки надеюсь, друзья, то, что потенциальное снижение инфляции, вот этот опрос ежеквартальный по состоянию банковской системы, ну, явно подсветит американскому регулятору отсутствие целесообразности и острой необходимости в том, чтобы повышать ставку дальше, тащить ее к уровню уже 5,5%. Я считаю, что это абсолютно не нужно, это даже нереалистично. И жду, что американский регулятор на июньском заседании все же сообщит нам о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, что должно лишить доллар вот этой прежней фундаментальной поддержки, ожидания того, что ставка будет постоянно расти. Без этой фундаментальной поддержки доллар утратит почву под ногами и перейдет к развитию нисходящей динамики. Причем цель по индексу доллара это движение ниже 100 пунктов ровно. Еще один вывод, который мы можем сделать из опроса по состоянию банковского сектора, ну, точнее, это даже не вывод, это просто констатация факта остроты проблем, с которыми сталкиваются американские банки. 720 американских банков сейчас имеют убыточные позиции, которые превышают половину их капитализации. Причем более половины, это капитализация уже, точнее, эти убыточные позиции стремятся к показателю капитализации 80%. Я думаю, что можно называть вещи своими именами, это соответствует техническому дефолту и очень приближает вероятности и реализацию сценария вот этого банкротства, которое мы ждем отряда банков, засветившихся в последнее время с вот этими очевидными проблемами. Чтобы исправить ситуацию, конечно же, нужны деньги, 2,9 триллиона долларов. Это настолько много, что если спроектировать на текущий показатель государственного долга США, которые никак не могут согласовать его повышение, нужно, чтобы его удвоили, что тоже является абсолютно нереалистичным сценарием. Поэтому тучи сгущаются над американской экономикой. Я не вижу причин, чтобы доллар, точнее, мы должны были бы изменить свою точку зрения в отношении доллара. Я сторонник продаж и жду сегодняшний релиз по инфляции, как еще один триггер, который может отправить доллар ниже. Золото без изменения, 2030 долларов за тройскую консуль, 72% трейдеров находятся в продажах, 28 лишь покупают. Я на стороне меньшинства, то есть на стороне покупателей, вам тоже советую находиться не на стороне толпы. Друзья, весь фон, который был озвучен от потолка государственного долга до экономических проблем и риска рецессии в США, это факторы, которые будут поддерживать рынок драгоценных металлов и способствовать тому, чтобы золото сохранило восходящую динамику. Цели прежние 2,50 и выше. Европейская валюта 1,0975. Сити прогнозирует, что в июне-в июле ставка Европейского центрального банка будет повышена еще дважды, соответственно, со 3,75 до 4,25%. Но я думаю, что на ближайшие трех заседаниях ставку уже доведут до 4,5% и это будет оказывать солидную поддержку главному валютному риску, способствуя развитию дальнейшего роста. Немного расчаровали данные по промышленному производству Германии, но тут же был компенсирующий фактор в виде жесткой риторики представителей Европейского центрального банка. В частности, Клаас Кнот, который является главой Нидербанка Нидерландов и член Совета управляющих ИЦБ, отметил, что жесткая политика Европейского регулятора эффективна, ее нужно продолжать. Ту же самую позицию высказала и Изабель Шнабель. Эту точку зрения поддержал Филип Плейн и Питер Казимир, которые также являются голосующими членами Европейского центрального банка. В общем, всех, кого нам нужно было выслушать, мы уже выслушали, и они поддерживают идею того, что ставка должна расти практически на каждом заседании Европейского центрального банка этого года. Ждем движения выше отметки 1.10. Никто не отменял нашу цель 1.12. Фунт против доллара 1.2626. Завтра поговорим на брифинге про заседание Банка Англии. Текущие котировки – это локальные максимумы. Перевес на стороне тех, кто, толпа, точнее, находится в продажах, соответственно, так же, как и по золоту, работаем против толпы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!